МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-2 Распочинае программа-репортер телерадою компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Старшиня Гомельского областного виконавчика комитета Владимир Дворник повиншавау велогонщика-зречицы Василя Кирыенко с завоеванем золотого медалю на чемпионате света и лицензии на удел у олимпийских гульнях 2016 года. У тексте веншаванне керауник региона отзначил. Мы гонаримся тем, что наш беларуский хлопец-зречицы стал чемпионом света у американским Ричмонде. Лидерство сирот элиты спортсменов-велогонщиков – не выпадковая удача, а вы не квилизарной самоданной працы и метана кераванности у досягнений поспеху. Сардэчная табе дякуй за майстырства и проявленную силу духу. Пиракананы, что и удалейшим ты будешь годно представлять нашу краину и Гомельскую область на международном узроуне и ясче не раз порадуешь нас своими досягненями у спорте. Особные слова подяки у Владимир Дворник таксама выказау тренерам, ике подтвердили свое высокое профессийное майстырство и умение рыхтовать соправдных переможцов. Выстава Гомеля Дукацыны, фотосессия у стыля ретро и веншавальная лотерея. У Гомеля пройшло урочистое городское мероприемство, присвеченное Дню Наставника. Олег Сенцероу познаемился с некоторыми удельниками свята. День Наставника, напевно, одно из нешматривших профессийных святов, якое у Беларуси означается «усими же хорами». Уречте «усимы были неколи школьниками». До того ж, а чейная система середней эдукации соправдит нас злевших. Что отлично конкретно Гомеля, то тут так само есть, чем гонориться. Система образования является одним из краеугольных камней любого общества. Безусловно, мы здесь не являемся исключением. Мне приятно отметить, что наша система образования, и городская, и областная, они находятся на подъеме. Об этом свидетельствует и высокое качество образования школьников, которые они показывают все последние годы. Да и те успехи на республиканских и международных олимпиадах, которые добиваются наши дети, наши гомельские дети, это тоже свидетельство моих слов. Ну, а что им хочется пожелать? Конечно, хочется пожелать и нашим учителям, во-первых, сказать им слова искренней благодарности, поздравить их с этим профессиональным праздником, ну и пожелать им новых успехов. До речи, до початка Великой Айчины, профессия наставника была у основном мужчинской, але война унесла свои коррективы. Про историю середней школы на этом свете у вогулі узгадывали шмат. Починаючи от деянности так званых сталинских школ, які у свой час были узором советской эдукации, сегодня у гомеля еще заховалися четыре такие школы, правда, называются и на тепер по-иншому. Дайшли до нас и некоторые предметы перед и послевоенного периода, які продемонстровали у рамках выставы гомель-эдукацийны. Фотосессии у стиле ретро, чердильная еще ручка, глобус и книговыдача аттестату за 54-й год. Инесса Волох, 1-5, Инна Абрамова, по предметах у основном тройки, зато и поводины, но выдатна. Цекава, ци веды сучасная молодь, як учились их про бабулі и про дядулі. Сучасный гомельский наставник – человек с высоким узровнем профессийной подрактовки. 95% из них мают высшую эдукацию, 70% – первую и высшую категорию. Праца наставника – это у вогулі постоянный рух наперед. Для того, как быть авторитетом у сучасной молоди, необходно шмат ведать и шмат чого уметь, а тому инициатива только захвачивается. Работные специалисты, в конечном итоге, общество будет выигрывать. Поэтому я не думаю, что есть учреждение образования, которое загоняет учителей прокрустного ложа, что вот ты должен вот только то, то и так далее. То есть здесь достаточно большой простор для творчества, возможности у всех одинаковые. Другое дело, что один пользуется с этим возможностями, другой думает, что все будет падать с неба сам по себе. Александр Роу, Евген Макеенко, Телерадо, компания Гомель. У Гомельской областной туберкулезной клиничной больницы отбылася сустреча прационного коллективу с представниками городского совета депутатов. Темой размовы стали выники социально-экономичного развития Гомеля за опошние пять годов. У больницы сегодня проходит лечение коля 600 пациентов. Установа маялся необходимое для оказания квалификованной медицинской допомоги насельництву. Набытье сучасных обсталявания дало мягчимость значна поскорить диагностику захворвания и назначение супрасть туберкулезного лечения. До речи, у лабораториях проводится около 2500 диагностичных доследований в месяц. Все лето завершилась реконструкция другого корпуса. Это позволило полепшить умовы працы медперсоналу, а так само повысить комфорт для пациентов, которые проходят стационарное лечение. Подчас встречи с прационным коллективом уздымалися питания дукации, доброе упорядкование жильевого будовництва, развитие инфраструктуры новых микрорайонов областного центра и шерах инших. Вот эти встречи дают нам потенциал работать с гражданами, и мы знаем конкретно их насущные проблемы. И стараемся донести, как проводники от населения к власти, все вопросы наших граждан. В опыт работы Ельского и Нараулянского районов по выполнению потребований у сферы гисторико-культурной спадщины разглядали удельники областного выездного семинара. По их выниках плануется подрихтовать методичные материалы для специалистов, которые отказывают за захование помников культуры. Про тяг темы в сюжете корреспондентов телеканала «Мазир». Ельские и Нараулянские районы без переборщивания можно назвать малыми жамчужинами Золотого кольца Гомельщины. Тут есть множество помников гисторичных мест, которые заховались и до наших дзен, и тех, что уже разбораны, часом людьми, войнами. И, напевно, тем больше каштовно и значная увага до гисторико-культурных каштовностей в этих районах. Вот здесь получился какой-то хороший образец, как должны взаимодействовать все субъекты, которые заинтересованы в очень важном деле охраны историко-культурного наследия. Потому что в последние годы мы знаем, что это государственная политика. Очень много уделяется внимания со стороны органов госуправления именно вопросом вот этим. Потому что, с одной стороны, это наше прошлое, то есть, с другой стороны, это и развитие туризма, это возможность привлечения каких-то инвестфондов. А притягивать инвестиции есть куды. Один из объектов – Ельский краезнаучий музей. Не великая, але уникальна у своем роде коллекция. Наприклад, это работы простого, вязкового тракториста Михаила Засенца. После тяжкой травмы позвоночника он опынулся прикованным до ложка. Ему выпадково дали у руки пензель, и он почал малявать. Теперь его работы упрыгодживают Головные музеи Беларуси, заховываются у приватных коллекциях на Заходе. А это праз, и он же пастка. На старых рушниках – оригинальные самобытные узоры. Свято-Троицкая церква – помник драулянного народного дойлицства, побудована еще в 18-м стагодзе. У храме старожитная копия Зваськовской иконы Божией Мати. Удельники семинара признаются, хоть и живут в одной области, навод в суседних районах, але многое для их открытем. Одна из проблем, которая у нас есть, это, к сожалению, смена кадров. Ежегодно у нас почти треть работников меняется, приходит новая молодежь. Такие семинары мы проводим постоянно. И многие из них впервые бывали в этих районах, и впервые увидели эти объекты. Я думаю, это очень хорошо, чтобы люди знакомили между собой, налаживали контакты, обменивались связями, потому что именно вот такая взаимопомощь, взаимовыручка, взаимные контакты, они способствуют тому, что то, что есть хорошее в одном районе, оно как бы переходит и на другое, и этим мы пользуемся. Плануется, что по выниках семинара будет выпущена методичная литература по культурных каштовностях Ельского и Наравлянского районов. На Чарзе будут Кашалевский, Реческий, Петраковский районы. Светлана Груцком, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Сегодня Гомельский областный драматичный театр премьерным спектаклем открывает 77-й сезон. Комедия «Мою женку зовут Марыс» поспехово ишла у театрах 35 краин света. Первыми у Беларуси ее убачить гомельские глядачи. Постановка сберы на одной сцене ведущих актеров драмтеатра и молодь. Подчас генерального прогону актеры и режиссер допрацовывают опошние детали, ка будень премьеры усе было бездакорно. Костюмы, декорации, светло, музыка. Комедию сучасного французского драматурга Рафи Шарта поставил московский режиссер Вадим Пинский. Ей он пропануя гомельским театралам свое прочитание пьесы. Глядачу учакают пера про нанни, выкрытие, множество веселых ситуаций и соправдный французский гумор. Я ее ставлю как комедию о добром человеке. То есть, когда по доброте душевной люди и стремление помочь, и из-за своей безотказности попадают совершенно в нелепые, глупые ситуации и никак не могут из них выбраться. Чем дальше, тем нелепее, тем глупее. Но на самом деле это все равно комедия об очень добрых людях. У вежу Палацево-Парковых ансамбля начала работу мини-выстава, присвеченная эпосе гигантов. У вазе наведовальников представили кости гигантского оленя и графичные реконструкции живелы. Останки были знойденные еще в 2002 году. Фрагмент скивицы и роги вывели подчас будовничьих работ каля областной клиничной больницы и до этого момента их не опознавали. Экспертизу провели только в этом году. Это вымершее животное. Вымерло очень-очень давно. Вводилось в эпоху плейстоцена и раннего голоцена, когда только-только появился на нашей территории человек, тем более во время мамонтов, шерстистых носорогов. До решения в 2013 году молодью Гомеля была складена альтернативная карта города, у которую вошли перспективные туристические места. Одно из них – палеонтологичный музей. Такого в областном центре по кульне нет, однако подставы для его створения есть. В фондах Гомельского палацево-паркового ансамбля заховываются некольки сотни экспонатов. Среди них останки таких живел, как Пятчорный лев и Мамонт. И это была пошная информация о выпуске. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова